Добрый вечер, меня зовут Андрей Бубукин, я ведущий программы «Ужин для чемпионов», бизнес-тренер, коуч. Спонсор нашей программы – компания АБ-тренинг, эффективные тренинги для персонала. Мы превращаем скучающих работников в команду, нацеленную на получение прибыли. Сайт abetraining.ru, телефон в Москве – 784-5862, с кодом 985. Наша программа называется «Ужин для чемпионов». Чемпион – это человек, который смог в своей жизни добиться необычных результатов. Это успешный человек, человек, который реализовал свою мечту. Я представляю нашего чемпиона – это Михаил Штырлин, генеральный директор группы компании «Легенда Крыма», входящих в лидерский список импортеров вин в Россию. Добрый вечер, Михаил. Всем добрый вечер, нервничающим в пробках московских и развалившихся уютно на диване. Спасибо за теплые приветствия. Оно не совсем что обычное для нашей публики. Я сам провел очень много времени по пути сюда, в пробках, поэтому понимаю людей. Прекрасно. И тема нашей сегодняшней беседы – как вино может сделать биографию. Уважаемые слушатели, я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 65 10 99 6, код города 495, задавать свои вопросы нашему гостю, высказывать свое мнение. Вопросы можно также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm. Михаил, я внимательно прочел вашу биографию, ну, по крайней мере, то, что я нашел в интернете, и нашел там много интересных для меня вещей. И в то же время я считаю правильным, если вы расскажете о себе, нашим радиослушателям, то, что вы считаете важным. Вот из того, как складывалась ваша жизнь. Пожалуйста. Ну, буквально в нескольких словах. Я вырос в небольшом городе, в неполной семье, и в 16 лет приехал в Москву учиться. Учиться, как я думал, в космонавтике. Ну, собственно, так и произошло. Просто время с момента моего поступления в ВУЗ стало быстро, чрезвычайно быстро меняться. И уже через полтора года я понял, что моей мечте, по крайней мере, стать инженером, конструктором, не суждено сбыться. И я искал, стал, так сказать, другие пути в этой жизни. Все в этом мире происходит во многом случайно. И, соответственно, после ВУЗа, уже имев определенный опыт работы в предпринимательской сфере, а это был конец 80-х, начало 90-х, в самое время зарождения предпринимательства, я выбрал свой путь, по которому иду до сих пор уже почти 20 лет. Это путь, связанный с вином. Вино – это замечательная субстанция, это страсть, это культура, это жизнь, это наука, технология, искусство. И я всю жизнь занимаюсь одним и тем же, и благодарен судьбе за то, что я иду именно по этому пути. Начинал я, как, в общем-то, это было в 90-х годах, безусловно, с перепродажи, с импорта и дистрибуцией вен в России. Но сейчас я думаю, что я уже одной ногой крепко стою на земле, как будущий винодел, и уже точно как состоявшийся виноградарь. Поскольку, начиная с этого года, мы занимаемся посадками винограда в Краму, и уже посадили первые 70 гектаров, в следующем году посадим в два раза больше, и так дальше, дальше и дальше. Это очень крупный виноградарско-винодельческий проект, и через три года, я надеюсь, что мы запустим наш собственный винодельческий завод по производству вин в Крыму, который порадует всех своей замечательной продукцией. А почему именно Крым? Ведь у нас же есть побережье Кавказа Черноморска, где прекрасные виноградники, я знаю, климат там подходящий. Объясню, да. Опять же, как вы уже сами сказали, мы называемся легенда Крыма, и исторически наш винный путь начинался в Крыму. Сейчас он уже, конечно, распространился на многие страны и на многие континенты, но наша предпринимательская родина именно там. Это с одной стороны. С другой стороны, вы, опять же, только что совершенно верно сказали, что на юге России, в первую очередь это Краснодарский край, очень много успешных, достаточно, может быть, менее успешных, крупных и не таких крупных. Но Браудерсов. Винодельческие предприятия. А Браудерсов, Анагарея, Масхака, Винодельня Ведерников, это Ростовская область, да. Много, очень замечательное, вообще, новое совершенно предприятие Левкадия. Это небольшое, но я уверен, что это в будущем славное предприятие. Но таких предприятий очень много в Краснодаре и в Краснодарском крае, на Кубани. А в Крыму гораздо меньше. Исторически так сложилось, что там были монстры типа Массандры и Инкермана, и ряд монстров таких, как Катабеля, к сожалению, упали на колени в последние годы. И для нас этот край намного более перспективный с точки зрения именно успеха, чемпионства, если хотите. Мы делаем там современный, большой, крупный аграрно-индустриальный проект. И мы уверены, что это новая веха в истории крымского виноделия. Нам хочется быть первыми в Крыму. Но там много производителей. Не так много, как, наверное, может быть, вы думаете. Но есть старые производители, как я называю их монстрами. Есть новые производители. С некоторыми вы имеете честь быть знаком. Но мне говорили, что там даже есть небольшой виноградник в Депардье. Я думаю, что это легенда. Но, впрочем, легенду эту я думаю, что мы сделаем былью. Дело все в том, что у нас есть один такой замысел, скажем так, который мы, начиная с следующего года, будем воплощать в жизнь. Мы свои виноградники будем продавать. Продавать тем людям, которые влюблены в вино, с тем, чтобы они стали нашими партнерами. И я уверен, что Джером Депардье станет одним из наших партнеров на наших виноградниках. Не уверен, что он получит паспорт российского гражданина, но свои виноградники в Крыму у него точно будут. Путин сегодня обещал. Михаил, вот вы сказали, что когда еще учились в институте, вы уже имели опыт работы в предпринимательской сфере. Расскажите, пожалуйста, что это был за опыт работы в предпринимательской сфере, когда вы были студентом? Это был конец 80-х, начало 90-х годов. Да, это было на стыке как раз 80-х, 90-х. Я помню, кажется, в курсе на третьем, на четвертом ко мне подошел один мой однокашник и сказал, ты хочешь быть брокером на бирже? Я подумал, посмотрел вверх и сказал, господи, вот оно, в счастье. Тогда просто профессия брокера, это, ну, в те годы казалось, что это все. Это манна небесная, это ключ к счастливому будущему и так далее. Я сказал, да, конечно, хочу, ну, пойдем учиться. Мы поучились брокерству, потом поработали на некой такой вялой бирже некоторое время. Ну, по крайней мере, какой-то толчок к предпринимательству был дан. Потом мы создали с своими однокашниками предприятие и начали заниматься экспортом леса. Вот, это продолжалось там на четвертом, на пятом курсе. Я помню, как я ездил в командировки в Пензу, в Карелию, где очень много леспромхозов было. И там такой, по-моему, мне еще только-только 20 лет стукнуло. Вот я хотел следующий вопрос. Вам же было 20-21 год. Ну, да, я заходил в кабинеты к директорам леспромхозов. Вот, я говорил, что я хочу покупать ваш лес. Первый вопрос был, а деньги у тебя есть? На что я гордо отвечал, есть. Потому что мы получили кредит в банке. И мы покупали у них лес, отправляли с нашими партнерами за границу. Вот, но очень быстро этот бизнес мы свернули, потому что стало понятно, что это бизнес, скажем так, высшая лига бизнеса, которая требует не только денег, не только ума, не только предприимчивости, но и, скажем так, серьезных связей, поскольку все-таки сырье, лес это стратегическое сырье, одно из стратегических сырьевых видов в России. Поэтому мы ушли оттуда, я об этом не жалею. Ну и потом, насколько я знаю, чужих-то туда не очень пускают. Вот именно поэтому, да. То есть я думаю, что там был тупик. В любом случае, мы не смогли бы развиваться очень долго, и через какое-то время нам пришлось бы эту тему свернуть. Михаил, вот вы говорили, что вы учились и одновременно ездили там в Пензу и в другие города. Ну я уже скорее не учился. А как же диплом-то? Диплом, вы знаете, удивительное дело, да. Поскольку я вот ездил, и не только ездил, я всегда говорю, что я вообще от жизни, ну, такой достаточно ленивый человек. Мне сложно на что-то настроиться, но если что-то начинаю делать, я делаю это хорошо. Вот. И поскольку я достаточно ленивый человек, я в последнюю очередь заставил себя пойти в деканат для того, чтобы записаться на сдачу диплома. И как следствие, когда я туда пришел, то все более поздние даты были забронированы нашими там отличниками, которые хотели больше времени, чтобы у них осталось на написании диплома. Мне пришлось защищаться первым. У меня была такая группа поддержки. Так это все было радостно. Но я защитился тем не менее на отлично. Потому что... И тема у вас серьезная была, космонавтика все-таки. Да, да, это очень серьезная тема. И сейчас снова популярная. И такая, мейнстрим такой. Я слышал, что вы собираетесь в 2014 году вместе с Брэнсоном слетать в космос? Ну, скорее не вместе с Брэнсоном. Брэнсон собирается в космос в 2013 году полететь. В конце 2013 года вместе с своей семьей в инагурационный полет. А я забронировал себе место на 2014 год. И обещали? Обещал кому? Они обещали вам? Нет, ну тут все дело в том, что там существует определенный контракт. Это, безусловно, да, точно не прописано. Но по условиям этого контракта точно абсолютно, что я буду в числе первых нескольких сотен людей, полетевших в субрэпитальный полет на корабле Ричарда Брэнсона. Хорошо звучит. В числе первых сотен. Ну, пока точно я не знаю очередности. Но уже абсолютно точно это будет первая тысяча людей, побывавших в космосе. Потому что российских космонавтов около 200. Американцев намного больше. 600 плюс еще около сотни астронавтов. Да, нет, стоп. 200 или 300 астронавтов в Америке. Чуть меньше двух сотен у нас. И несколько десятков во всем мире. Поэтому те, кто полетят как космические туристы с Ричардом Брэнсоном, окажутся абсолютно точно в числе первой тысячи землян, побывавших в космосе. Не профессиональных космонавтов. Ну, в том числе профессиональных, но и непрофессиональных тоже. Михаил, вот смотрите, это 1993 год. Вы закончили институт. Вам 22 года. Да. И вы основываете компанию «Легенды Крыма», которая специализируется на дистрибуции вин. После факультета со специализацией космонавтика. То есть вчерашний студент, основатель компании, которая специализируется на винах. Расскажите, что повлияло на ваш выбор? Я уже услышал то, что вы занимались лесом и сочли, что это не совсем то, чем вы хотели бы заниматься в тот момент. Но почему именно вина? Как это произошло? И сразу основать компанию? Для начала я должен сказать, что компания – это сейчас даже уже не компания, а группа компаний. Тогда это был один человек, который перед вами сидит. Да, я не мыслил категориями, будет ли это компания, группа компаний. Я не знал, сколько времени я буду заниматься винным бизнесом. Это так получилось, что я уже всю жизнь занимаюсь. Но тогда у меня не было какой-то машины времени или такого видения стратегического будущего. Дивижем я был, как не парадоксально, самым простым желанием. Желанием заработать деньги и найти себя в этой жизни. Я понимал, что я не хочу работать на кого-то другого, умея, имея уже опыт в рейтинговой деятельности. Поэтому у меня не было страха начинать бизнес. Это очень важно, потому что, на самом деле, делать бизнес в России в 90-е годы было не очень комфортно. Да, собственно, как и сейчас. Поэтому страха этого не было. И я решил начать вот этот бизнес, который потом вырос в серьезную группу компаний, развивающихся до сих пор, развивающихся достаточно успешно. Почему именно вино? Случай. Ну, тоже неоднократно я уже рассказывал об этом. Когда в Крыму отдыхаешь в студенческие времена, в лагере Московского Айценного Института под Алуштой, в местечке с названием Сатера, мы неоднократно пили вино, самое разное, десертное, крепкое, сухое, игристое. И, возвращаясь в Москву, каждый раз задавались вопросом, а где же оно здесь? Я напомню, это начало 90-х годов. Союз распался, связи промышленные, торговые, экономические порушились. Поэтому вино исчезло, как и многое другое. Рынок был пуст. Поэтому выбор пал вот так вот, не совсем даже осознанно, а скорее подсознательно на эту категорию товара. И еще раз подчеркиваю, я этому безумно рад до сих пор. У нас есть вопрос с сайта. Дама, фамилия которой Савенкова, Т.И. Она, к сожалению, не назвала своего имени, а только фамилию. Она задает следующий вопрос. Она пишет, добрый вечер, Михаил. Расскажите, пожалуйста, о своих ассоциациях от бокала вина или шампанского в новогоднюю ночь. Они ведь особенные. Что порекомендуете из своих любимых напитков? Заранее благодарю. С уважением. Савенкова Т.И. Прямо письмо. Да, я знаю, кто это написал. Это наш бывший сотрудник. У него очень красивое имя Тамара. Причем не Тамара, а Томара. Большой привет ей. Ассоциация от бокала вина. Совершенно правильное уточнение. В новогоднюю ночь они совершенно необычные. Да, не такие, как во все другое. Потому что новогодняя ночь, она бывает только раз в году. И каждый Новый год несет какое-то очарование, таинство. Поэтому, когда мы в новогоднюю ночь поднимаем бокал с игристым вином или с тихим вином, мы испытываем совершенно необыкновенные чувства. Но каждый раз, когда я поднимаю бокал, еще не поднес его ни к рту, а к носу в первую очередь. Я подношу его. Потому что букет вина очень важная характеристика. И для меня, наверное, основная даже. Потому что, когда я делаю глоток за глотком вино, глотаю, я в паузах обязательно его долго и чувственно нюхаю. Поэтому, прежде чем поднести бокал вина к своим органам осязания и обоняния, я настраиваюсь на такой лад. Мне всегда очень хочется знать, что оно принесет. Какой у него букет, какие в нем нотки, какие цвета, какой вкус. Это таинственность, это всегда неожиданность. Ну, если ты, конечно, открываешь нехорошо знакомое вино. Поэтому я хотел бы всем порекомендовать относиться к вину именно так. Не просто как к напитку, который бодрит, который радует, который приносит веселье какое-то. А как к открытию чего-то нового. Потому что все вина неповторимы. Палитра и ароматов, и букетов, и вкусов, и послевкусия, она очень разная. Это зависит от многочисленных нюансов, от производителей, от страны производства, от рук винодела, от терруара, от времени года, в которое вы вино пьете, от температуры, от компании, безусловно, от обстановки. В любом случае, вином нужно наслаждаться. Поэтому, какое вино выбрать? Тут, наверное, я не буду что-то рекомендовать, потому что вкусы у всех разные. Выбирать нужно, да, хорошее вино. Не бойтесь пробовать разное вино. Уверен, что если покупать вино, скажем так, вот 300 рублей и выше по цене, то оно не принесет вам разочарования. А интерес обязательно будет. Это программа «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ. После небольшой рекламной паузы мы вернемся в эфир. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ. И моим гостем сегодня является Михаил Штырлин, генеральный директор группы компании «Легенда Крыма», входящих в лидерский список импортеров вин в Россию. Если вы хотите добиться успеха в жизни и стать настоящими чемпионами, если вас интересует, как это сделать, или у вас были в жизни подобные случаи, задавайте ваши вопросы нашему гостю. Мы в прямом эфире. Наш эфирный телефон 65 10 99 6. Код города 495. Это можно также сделать на сайте по адресу www.finam.fm прямо сейчас. Ну что же, Михаил, давайте продолжим немножко об успехе. Вот с вашей точки зрения, а вы успешный человек? Я думаю, что мерилом успешности, или, скажем так, момент, когда мы должны измерить, успешно мы или нет, является все-таки не середина нашей жизни, а конец ее. Я уверен, что успехи, все самые великие успехи мои еще впереди. Я точно не неудачник. И удача по жизни, тву-тву-тву, сопутствует мне. Но я уверен в том, что я только на пути к своему самому великому успеху. Конечно, если говорить о прожитом уже, прожитой части моей жизни, я, мальчишка, приехавший в Москву в 16 лет, определенно добился успеха. Я занимаюсь любимым делом в своей жизни. Мне нравится то, что я делаю. Меня окружают люди, которые работают вместе со мной и мне помогают в этом. Я реализую проект, наверное, один из великих проектов в своей жизни. Это с нуля, а с абсолютного нуля, с ровного, заросшими сторонниками поля, мы реализуем винодельческий проект. Это очень важно для меня. И я уверен, что когда он станет уже явью, а не просто пока нашими мечтами, уже начинающими реализоваться, начавшими реализоваться, вот тогда можно будет говорить о том, что успех значимый по-настоящему достигнут. Ну а вообще, один из глубоко чтимых мной людей, Владимир Тарасов, говорит, ставь великую цель за пределами жизни и иди к ней. И поэтому здесь очень важный принцип, и мне кажется, что в соответствии с ним нужно строить свою жизнь. То есть самая большая цель должна быть недостижимой при нашей жизни. Ее должны закончить те, кто придут за нами. Вопрос, закончить ли или продолжить? Мы должны делать все для того, чтобы у нас были последователи. Мы должны жить жизнь так, делать свое дело так, чтобы те, кто придут за нами, закончили обязательно, а не разбазарили то, что получат. Это я имею в виду как раз последователи, чтобы они закончили или продолжили ваши дела? Продолжили, да, 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 продолжили, а конца на самом деле нет, особенно это актуально сегодня. Вот во время ответа на этот вопрос вы озвучили, произнесли такое слово, как мерила, да, вот уже и уже частично ответили на мой следующий вопрос, вы сказали, что одной из возможностей измерить успех, как вы это видите, является результат вашего труда. То есть речь идет вот о виноградниках, которые вы и создаете в настоящий момент в Крыму. А что еще, кроме результата труда, может быть с вашей точки зрения мерилом такой вещи, как успех, такого понятия, как успех? Как вы измерить вообще? Внутреннее ощущение счастья, я думаю, то есть человек гармония, и обязательно человек должен чувствовать себя счастливым. Не может быть по-настоящему успешным несчастный человек, это абсолютно точно. Иногда человек может быть богатым, иметь собственность во многих уголках земли, много бизнесов и так далее, но будучи несчастным человеком, он не будет успешным. То есть это как утопленное эмоциональное состояние, да? Ну, позитивное в данном контексте. Ощущение, да, безусловно, позитивное ощущение, да. Вот вы сказали богатым. Скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, деньги могут быть каким-то определенным мерилом успеха или индикатором, я не знаю чем? К сожалению, часто они служат таковым. В моей системе ценностей они не являются признаком успеха, потому что деньги могут достаться легко, да, как наследство, как выигрыш лотереи, для кого-то, как результат криминальной деятельности, да. Что успешного в том, кто, вот как в случае, достаточно часто грабит людей на улице, да. Мы сейчас не говорим о нарушении, а выходе за рамки закона, да. Да, так вот, для меня деньги всегда были и остаются средством для достижения каких-то других целей. Вот именно так я воспринимаю. Сами по себе деньги это ничто. Но деньги это кровь. Бизнес организма, который заставляет его двигаться, заставляет его жить, заставляет его развиваться. Вот, и в конечном итоге приводит его к достижению цели. У нас считается, что успеха в жизни добиваются, ну, относительно немногие. А как вы относитесь к этому вопросу? Как вы считаете? Многие ли успешных людей или нет? Я согласен, но вопрос почему. С самим утверждением я согласен. Почему происходит так? Да потому что многие люди не ставят перед собой каких-то целей значимых. Если не ставишь значимые цели, то никогда не станешь успешным человеком и не достигнешь ни богатства, ни счастья. Это как дважды два-четыре. Понимаете? И я уже не говорю о том, что, конечно, не все люди равны по своим возможностям. Прежде всего, деловым возможностям, интеллектуальным возможностям. Не каждому дано это. Кто-то боится, кто-то умен, но не обладает определенным мужеством, которое должно быть у предпринимателей. Особенно в такой стране, как Россия. Заниматься бизнесом. Уважаемые слушатели, я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 65 10 99 6, код города 495 и задавать свои вопросы нашему гостю. А сегодня у нас в эфире Михаил Штырлин, генеральный директор группы компании «Легенда Крыма», входящих в лидерский список импортеров вин в Россию. Вот вы сейчас сказали, что человек должен видеть определенную цель. А можно ли спланировать свою жизнь и поставить на пути какие-то определенные вехи из вот этих целей? Если да, то каковы главные законы этого планирования? Как вы думаете? Ну, однозначно планировать нужно, да? Тут двух мнений быть не может. Законы планирования. Я думаю, что нужно идти обязательно от цели к цели, не довольствоваться достижением какой-то цели, которая стоит перед тобой на данный момент. Достигнув ее, не нужно самоуспокаиваться, нужно ставить все более и более амбициозную цель и понимать, что жизнь – это движение по ступенькам вверх. Каждая новая цель должна быть интереснее, больше, амбициознее предыдущей. И наше движение не должно прекращаться никогда. А как вы считаете, а какова цена успеха? Вопрос актуальный и непростой, да. Успешные люди часто вынуждены расплачиваться за успех в одной сфере своей жизни, неудачами или разочарованиями в другой. Очень сложно найти гармонию, баланс между всеми сферами своей жизни, так чтобы быть одинаковыми успешными и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения семейного счастья, с точки зрения здоровья, с точки зрения реализации каких-то отцовских, там, материнских инстинктов, с точки зрения друзей, которые тебя окружают. Это непросто. Как практика показывает, что, как правило, люди, достигая успеха в чем-то, обязательно жертвуют какими-то другими средами. Каков рецепт так, чтобы достичь гармонии и баланса во всех сферах, я не знаю, честно скажу. У меня так пока не получается. Я предлагаю вернуться к этой теме чуть-чуть попозже, а сейчас у нас есть звонок на линии у нас в студии Сергей. Сергей, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Сергей, я вас слушаю. Алло, да, я вас слушаю, Сергей. Добрый вечер. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Скажите, меня интересует процесс получения лицензии на импорт вина. Как он выглядит, на ваш взгляд, в настоящее время, в сравнении, скажем, с тем, что было 5-7 лет назад. И как будут меняться площади в связи с уступлением России в этого. Спасибо. Спасибо за вопрос, Сергей. Вопрос прикладной. Лицензии на импорт, к счастью, с недавних пор отменили. Их было несложно получить. Очень сложно получить лицензию на производство и оптовую торговлю. Сейчас процесс с каждым годом все усложняется, и поэтому количество игроков на рынке уменьшается. Что касается пошлин на вина, то они, ну это уже тоже известный процесс, они будут снижаться с нынешних 20 до примерно 12-12,5 в течение 5 лет, по-моему. Соответственно, импортное вино станет несколько дешевле, но ненамного, потому что, к сожалению, инфляция. И, соответственно, вот в последние годы череда просто неблагоприятных погодных условий во всем мире приводит к сокращению производства вина, что приводит в очередь к повышению цены. Поэтому ожидать слишком серьезного снижения цен на импортные вины не стоит. Ну что же, вот вы до звонка, до этого вопроса, вы сказали, что когда люди идут по своему пути и добиваются успеха, они должны чем-то жертвовать и чем-то платить. А вот есть ли у вас какой-то конкретный пример, который вы можете привести, не обязательно называть там имя, фамилию, когда был человек успешный или есть человек успешный, который чем-то конкретно заплатил в своей жизни за то, чтобы стать успешным человеком? Вы можете сказать, я знаю господина Н, который... Ну, все мы знаем господина Х, который сегодня, слава богу, получил какие-то хоть позитивные сдвиги в своей судьбе, да? На самом деле, все дело в том, что стремление к успеху заставляет нас идти по рискованному пути. Кто-то теряет деньги, кто-то семью, кто-то свободу, а кто-то и жизнь. И есть много примеров, когда люди на пути к достижению каких-то бизнес-целей и к тому, чтобы достичь каких-то целей, пусть не в сфере бизнеса, хотя вот, например, Стив Фоссетт, известный американский бизнесмен и путешественник, он заплатил в своей жизни за стремление к тому, чтобы достигать... — На воздушном шаре, да? — На воздушном шаре вместе с Брэнсоном они летали, да, и потом он пропал в итоге на самолете, где-то в каких-то пустынях американских, нашли его только, по-моему, через два или три года. Вот, это таких примеров масса. Человек, который не сидит на месте, не довольствуется тем, что есть, он всегда рискует и платит иногда самую высокую цену за риск, за стремление к высоким целям. — Михаил, вот на пути по жизни мы часто встречаем различные препятствия. Вот с Вашей точки зрения, как преодолеть такие препятствия, как разочарование, горечь, боль? — Есть, потерпеть немножко, станет лучше. Все проходит. — Легко сказать «потерпеть». — Ну, а что делать? Все проходит, да. Когда боль на сердце, тут нет рецептов, кроме того, как потерпеть. Пройдет день, другой, третий, она отпустит. И нужно дальше встряхнуться и идти дальше, я так думаю. — То есть просто уметь терпеть, ждать. — Ну, выпить бокал вина, если уж совсем плохо. — А как преодолеть внутренние сопротивления? Ведь не всегда те вещи, которым мы призваны заниматься, вызывают у нас положительные эмоции и желание что-то делать. Хотя цель может быть важной. Но вот эти шаги к достижению цели не всегда бывают, мягко говоря, приятными, безболезненными. Вот как преодолеть это сопротивление и все-таки идти к этой цели? Как Вы считаете? — Ну, как говорится, есть два принципа, по которым люди живут. Хорошо сегодня, плохо потом. И плохо сегодня, хорошо потом, да. Вот нужно помнить о том, что когда есть внутреннее сопротивление чему-то, что не хочется делать, да, но ты понимаешь, что надо. Вот нужно вспомнить, что плохо сегодня. Плохо — это значит, что нужно преодолеть себя, да, сделать то, чего ты не хочешь. Но что будет хорошо потом? Обязательно будет этот бонус, когда цель будет достигнута. — То есть, если я правильно Вас понял, речь идет о видении позитивного через определенный промежуток времени. То есть, видеть это позитивное, да? — Ну, наверное, и так можно сказать. Опять же, известный наш военачальник Суворов говорил, тяжело в учении, легко в бою, да. Нужно постоянно преодолевать свое собственное влияние, разочарование, нежелание чего-то делать. Ну, масса других негативных эмоций для того, чтобы в конечном итоге получить позитивные эмоции. Нужно об этом помнить. Это не всегда получается. Я по своему примеру знаю, это очень сложно, да. — Но вы же преодолеваете это все-таки? — Ну, с определенной долей успешности, да, может быть, не ежедневно. Иногда какие-то негативные эмоции захватывают и меня и побеждают меня. Я тоже живой человек, как и все остальные. — Вот вы озвучили такое важное русское слово, как лень. Я не хочу употреблять слово преодолевать, да? Я думаю, что более точное слово — это взаимодействовать с ленью, потому что она же все равно есть. Вот как с вашей точки зрения можно оптимально взаимодействовать с ленью, чтобы добиваться каких-то результатов и чтобы вот с ней договариваться, что ли, не знаю? — Я думаю, что один из рецептов, не претендую на то, что он единственный, такое, что просто когда лень делать А, сделай Б, да? Когда лень делать А и Б, сделай С. Когда лень делать все буквы алфавита, найди там какую-нибудь цифру, которую можно сделать. — Латинскую. То есть нужно заниматься делом постоянно, и если не хочется делать что-то одно, найди то, что хочется сделать другое, но которое хотя бы на шаг, может быть, не на такой большой, но приблизить тебя к той цели, которую ты перед собой ставишь. А эти цели мы ставим разные в жизни, да? Это не обязательно там построить винный завод, да? То есть это, может быть, и другая какая-то локальная цель, цель в другой сфере и так далее. Нужно просто, не хочется идти по этому пути, иди по, сделай шаг в другую сторону, но по тому пути, который приблизит тебя к другой цели. Переключаться. — На Востоке существует такое понятие, как путь с большой буквы. Вот как вы считаете, есть ли у человека этот путь? Если есть, то у каждого ли? — Ну, то, что у каждого человека свой путь, это факт. — То есть есть путь? — Путь есть. Другое дело, что все ли осознают его. Найти свой путь непросто. И очень многие люди этот путь не могут найти до самого конца своей жизни. Тот нашел, тот счастлив. — А вы нашли свой путь? — Думаю, что да. — Михаил, многие говорят, что если они будут заниматься тем, что им нравится, и что им по душе, то денег они не заработают. Я вот с этим встречаюсь постоянно. Что вы можете сказать по этому поводу? — Я не согласен. Я нашел как раз свой путь в том, что я делаю, это мне нравится. И ведь я занимаюсь не только торговлей вином или производством вина. Я занимаюсь и какими-то вещами, которые окружают вино. Например, я собираю старые книги о виноградстве на деле. Это очень интересный сам по себе процесс. Я собираю предметы искусства и антикварные вещи, которые тоже связаны так или иначе с виноделием, виноградорством или вином. У меня большая коллекция штопоров. То есть все это делаю я не потому, что это нужно, а потому, что мне это нравится. И, соответственно, все эти вещи, они составляют и часть моего бизнеса, и часть моего хобби, и часть моей остальной жизни. На самом деле есть гораздо более важное, мне кажется, другое изречение. По-настоящему большие деньги можно заработать, делая то, что тебе нравится. Вот я так считаю. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, а закон притяжения он работает? Ну, с точки зрения физики, несомненно. А с точки зрения успеха, вот что необходимо, чтобы успех притянуть к себе? Притягивает ли успешный человек к себе? Ну, если он успешный, то да. Думаю, что да, в определенной степени. Может быть, не в такой, как силы гравитации, но точно, абсолютно, кто хочет притягивать к себе позитив, он это обязательно сделает. Мы поговорили с вами о такой важной вещи, как успех, и вернемся к ней буквально через мгновение. Спонсор нашей программы – компания АБ-тренинг. Мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ. И мой гость Михаил Штырлин, генеральный директор группы компании «Легенда Крыма», входящих в лидерский список импортеров ВИН в Россию. Уважаемые слушатели, я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 65 10 99 и 6, код города 495. Быть более активными и задавать свои вопросы нашему гостю. Вы можете также высказывать свое мнение и задавать вопросы прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm. Михаил, а вот во время нашего разговора вы несколько раз упомянули такое понятие, как время. Было время, есть время, жизнь – это время. А вот с вашей точки зрения, а что такое время? Такой философский вопрос. Да, ответ очень простой. Время – тот ресурс, который необходим всем, который нельзя купить нигде. Поэтому ему нужно грамотно и толково распоряжаться и помнить, что оно не безграничное. То есть время – это ресурс, да, с вашей точки зрения? Да, да. А как научиться эффективно управлять временем? Мой вопрос не по адресу. Я до сих пор не умею, Андрей, это честно. Михаил, на пути к успеху важно, чтобы люди тебе доверяли. С вашей точки зрения, а как завоевать доверие людей? Быть честным по отношению к ним, честным и справедливым. Говорят, что успешные люди обычно харизматичны. С вашей точки зрения, а что такое харизма? Харизма – это открытость, это не боязнь вступить в диалог, это возможность заразить людей своими эмоциями, неважно, позитивно они или негативно, умение это сделать. Но и прежде всего умение честно смотреть людям в глаза, говорить то, что думаешь, и, соответственно, подвигать их на какие-то действия, которые, в общем, необходимы тебе. У нас есть звонок в студию на линии Сергей. Добрый вечер, Сергей, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы задать Михаилу вообще два вопроса. Один из них и смешной, и ужасный, но я подумал, что-то не хочет мне вашу беседу такую милую, кошмарами мучить. Поэтому задам второй вопрос, скорее всего. Скажите, Михаил, вот вы в каком сегменте ценовом вы продукцию вашу выпускаете? Спасибо за вопрос, Сергей. А они еще не окончательные. Я, в принципе, хотел вас спросить. Могут ли недорогие быть вина? Ну, скажем, в варианте где-то до 100 рублей. Вы знаете, в чем проблема? Вот сейчас очень много водки, да, допустим, водочных изделий, и много вин, но вина дорогие. Там за 200-300 где-то рублей. Но средних таких недорогих каких-то вариантов нет вообще, в принципе. Я вот, ну, водку тяжело, допустим, переношу. Я бы с удовольствием пробовал бы какое-то вино, но вот найти таких вот недорогих очень сложно. Может быть, в принципе, продукция будет в варианте до 100 рублей. Я понял, Сергей. Я тоже не переношу водку, и в этом с вами солидарен. До 100 рублей, ну, практически нереально. Можно найти что-то, что будет называться вином, но удовольствие от его употребления вы не получите. Честная цена на вино начинается, я думаю, что все-таки ближе к 200 рублям. Но задача как раз нашего проекта, вот в отличие от многих проектов, которые реализуются сейчас в России и в Крыму, сделать честное вино, хорошее вино, интересное вино, но недорогое. То есть в сегменте до 200-250 рублей на полке. Я уверен, что применяя современные технологии виноградовства и виноделия, мы это получим. Добьемся этого результата, поскольку я абсолютно свято верю, и я знаю, что потенциал крымской земли, крымского террора, крымской почвы, климата, он необыкновенен. Он настолько высок, что нам только еще предстоит его оценить в ближайшие годы. Михаил, сегодня в ходу есть такое слово, как миссия. Она есть у компании, есть и у людей. А у вас есть миссия? Если да, то как можно ее сформулировать? Отчасти я на предыдущие вопросы ответил, что я хочу сделать. Я хочу сделать, доказать всему миру, себе в первую очередь, своим друзьям, своим коллегам, своим партнерам, своим потребителям, то, что Крым достоин большего. И не только как винодельческий регион, а как замечательный уголок этой земли. Наши инвестиции в проект винодельческий Крым способствуют и тому, чтобы этот край сделать краше, сделать лучше. Мы создаем рабочие места, мы создаем экономику, мы создаем новый продукт. И для этого мы, собственно, работаем. Наверное, отчасти в этом и состоит моя миссия. Но не только в этом. Она, на самом деле, многограннее и больше. Но об этом, я думаю, что пока еще рано говорить. Михаил, расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь сложном эпизоде в вашей жизни, когда вы смогли взять на себя лидерскую роль в команде. Как это проявлялось? Вы знаете, вот тоже один из запросов другой Сергей задал по поводу лицензии. Дело все в том, что наш бизнес алкогольный, он всегда под большим прицелом. Вообще, я должен сказать, что виноградство и виноделье, и вообще торговля алкоголем во все времена была основным источником для государственного бюджета, основным источником для притязания со стороны различного уровня чиновников. И, собственно, до сих пор это все остается. Так, в те критические моменты, когда наша компания подпадала под этот прицел, и приходилось встряхиваться, брать образы управления в свои руки в полном объеме, напрягать все свои умственные, нервные, физические способности, концентрировать команду и находить пути решения этой непростой проблемы. Проблема, поскольку лицензия для нас это даже больше, чем деньги. Это, по сути, жизнь для алкогольного бизнеса. Возможность, возможность вообще проявляться. И получить ее невероятно сложно, потерять можно на щелчок пальца. А что мотивировало вас проявлять лидерские качества? Ну, кроме страха того, что вот вы потеряете бизнес. Было что-то еще? Страха не было. Было нежелание, скажем так, потерпеть вот эту неудачу, проиграть. Потому что есть те цели, которые, я еще раз хочу сказать, что мы не к деньгам стремимся. У нас впереди, там, путеводной звездой наш путь освещает вот эту вот необходимость создать принципиально новое вино в Крыму. Мы хотим это сделать, и мы знаем, что мы это сделаем. Но для этого мы должны... Источник инвестиций в этот проект — это наш дистрибуторский, импортерский бизнес в России. Если его здесь не будет, то не будет и этой светлой мечты. Вы сказали проиграть. Скажите, пожалуйста, а вы игрок? Ну, если говорить о базартных играх, нет. Но с точки зрения жизненных каких-то ситуаций... Бизнес — это игра? Бизнес, да, безусловно. Это во многом игра, и я люблю поиграть. Скажите, а вот когда вы все это сделали и добились каких-то определенных результатов, какой эффект ваши действия произвели на команду? И что вы больше всего цените в вашей команде? Два вопроса. Ну, это, наверное, этот эффект, прежде всего, заключается в том, что люди со мной, и многие люди долгие годы рядом со мной, я надеюсь, что они верят мне и идут и разделяют те цели, которые я ставлю перед собой и, соответственно, перед всей нашей командой. То есть вы больше всего цените в вашей команде то, что они видят, понимают, поддерживают или что? Ну, я ценю многие качества. Многим я и недоволен, как любой руководитель. Хорошо, скажите, что вы цените и чем вы недовольны. Это важно, между прочим, для руководителей? Ценю поддержку, которую в критические моменты я получаю. Ценю еще раз, подчеркну, что многие преданные члены моей команды разделяют те цели, то видение, которое у меня есть. Я недоволен тем, что мы медленно что-то делаем, тем, что мы недостаточно креативны, инновационны. Я уверен, что в этом ключ к успеху сегодня, поэтому нужно в каждую минуту придумать что-то новое, то, что не делает никто другой. Мы часто делаем какие-то стандартные шаги, штампы, а от этого нужно уходить, этого нужно избегать, нужно постоянно креативить. Ну да, Сэт Годин называл это создать фиолетовую корову. У нас есть вопрос с сайта. Светлана спрашивает, видела на бутылке с бурбоном название вашей компании. Вы теперь занимаетесь не только винами? Да, мы занимаемся импортом крепких напитков, и бурбон в том числе тоже. Фиски, коньяк. Это часть алкогольного бизнеса. Еще раз хочу сказать, что для того, чтобы нам осуществить одну из главных целей, которые стоят перед нами сегодня, и это создать современное, высокоэффективное предприятие в Крыму, мы должны зарабатывать деньги на том, что мы сегодня являемся ведущей дистрибьюторской компанией. Не только винные, но в большей степени винные, но и также достойные напитки, крепкие мы тоже привозим в Россию. Без ложной скромности, расскажите, пожалуйста, о том, что вы больше всего цените в себе, как в человеке. Как в человеке, первый вопрос. Какие свои качества, какие свои черты, характеры? Одну какую-то больше всего, да, вот здесь приоритеты сложно расставить, но я думаю, что как раз отсутствие, ну, смелость рисковать, нежелание успокаиваться на достигнутом, необходимость и желание идти все время вперед. Это очень важно. А как в руководителе, то есть как в человеке, который взаимодействует с другими людьми? Справедливость. Я всегда стараюсь быть справедливым по отношению к людям, независимо с того, как они хорошо или плохо поступили. Скажите, пожалуйста, вот я понимаю, вы это озвучили в самом начале нашей передачи, что вы где-то только в середине пути еще, с вашей точки зрения на данный момент, и только в конце пути или даже другие люди, которые придут после вас, могут по достоинству оценить тот путь, который вы прошли. И в то же время, вот, вы прошли вот эту середину пути. И с вашей точки зрения, какие три наилучших урока вы бы назвали наиболее ценными для вас? Ну, в начале нашего пути в середине, я пока точно не знаю, где мы. У нас ведь несколько дорог, по которым мы одновременно идем. Если как группа компаний, занимающаяся дистрибуцией... Как вы лично, как человек, конечно. Группа компаний — это бизнес, меня интересуете вы как человек. Три вехи или три... Три наилучших урока, которые вы могли бы назвать наиболее ценными или наиболее важными для вас. То есть те уроки, которые вы извлекли из той части жизни, которую вы уже прожили. Ну, я думаю, что первое — это не всегда нужно быть абсолютно наивным и верить тому, что люди говорят тебе в лицо. Нужно пытаться понять, что они на самом деле думают и что они готовы сделать. Второй урок, если мы говорим не только о бизнесе, то, что нужно все-таки находить разумный и гармоничный баланс между всеми сферами своей жизни для того, чтобы быть успешным и счастливым в каждой из них. Третий... Ну, я думаю, что не надо ничего бояться. Михаил, вспомните, пожалуйста, трех человек, которых вы глубоко уважаете и назовите по одному качеству каждого из них, которым вы восхищаетесь. Вы, кстати, можете поблагодарить их за то, за то, что они такие, какие они есть. Что это за люди в вашей жизни? Это должны быть мои знакомые? Конечно. Но это, может быть, не совсем ваши знакомые. Это, может быть, например, Вольтер, я не знаю. Ну, Мамоса, то, что она дала мне жизнь, это очень важно. Спасибо большое ей. Ну, скажем так, из этой сферы личных все, пожалуй. А что говорить об известных людях? Я учусь мужеству, храбрости. И настоящему мужеству господина Ходорковского, который не сломлен, несмотря на все те тяготы, невзгоды, лишения, которые он в течение последних девяти лет претерпевает. И можно еще двух. Бренд, Савель, Стив Джобс. Инициативность, креативность, инновационность, отсутствие боязни начинать новое с абсолютного нуля. Это те люди, которым я благодарен, и они для меня, ну, скажем так, образец для какого-то подражания. Михаил, есть такая игра, которая называется Необитаемый остров. Вот представим, что вас ссылают на Необитаемый остров, и при этом вам разрешают взять какие-то определенные вещи с собой. Вот какие бы три книги вы взяли с собой, если бы вы оказались на Необитаемом острове? Томик Бродского. Собрание сочинений Достоевского. И думаю, какую-нибудь толстую книгу по виноградарству или виноделию, но которой в обычной жизни у меня времени катастрофически не хватает. Желательно старую. А какие это были бы три музыкальных произведения? Вообще, вы любите музыку. Я так задаю вопрос, а я вас не спросил, любите ли вы музыку. Обожаю музыку, мои пристрастия очень разные, но я думаю, что вот из первого, что приходит на ум, я бы, наверное, очень долго думал, это Ария Каллафа из Туранду от Нессон Дорма, это Виши Вихеа, Пинк Лоид. Весь диск или эта песня? Ну, наверное, если только одну песню, то заглавную песню, а лучше весь диск. Ну, и опять же, я бы, наверное, взял таких интернациональных бардов, как Боб Дилан, Борис Гребенщиков и Майк Науменко. У нас есть звонок на линии. Пожалуйста, Алексей, задавайте ваш вопрос. У нас две минуты, я прошу вас быть кратким. Пожалуйста. Да, добрый вечер. Я вот хотел бы сказать большое спасибо за хорошие слова гостя. Я просто сам, можно сказать, коллега, не коллега, работаю на винодельческом предприятии, даже на коньячном предприятии, одним из самых крупных в нашей стране. Работаю на импортных виноматериалах. Но вопрос у меня вот следующий. В последнее время, прямо скажем, у нас с оплатой труда встают некоторые проблемы. Я вот хотел бы узнать, каков рынок коньячного производства и продажи, вот как в последнее время стоят дела в этом сегменте. То есть он больше развивается, неже в обратную сторону. Спасибо. Я понял. Ну, в принципе, я не большой специалист в коньяке. Мы, скажем так, только-только вот сейчас вывели на рынок свою марку коньяка «Легенда Крыма». Я думаю, что после нескольких лет работы я смогу более авторитетно вам ответить на этот вопрос. Но в целом, мне кажется, коньяк был всегда, есть и будет. Ничего плохого там не происходит. А с точки зрения оплаты труда, ну, у каждого предпринимателя свои взгляды на сей счет. Мы, например, 13 раз в году платим зарплату своим сотрудникам. Живем, кстати, по легендарю. Это такой специальный наш календарь, в котором 13 месяцев. Поэтому я надеюсь, что у нас все хорошо в этом плане. А 13-й месяц у вас какой? Легендарь, так и называется. Так что в следующем 13-м году... А сколько лет дней? В каждом из легендарей, в каждом из этих месяцев по 28 дней. Они начинаются с понедельника и кончаются воскресеньем. А то есть это как к лунному циклу привязанного? Ну, не совсем. Конечно, смысл не в этом. Это проще позволяет планировать свои результаты, свои планы, ставить цели и задачи. Еще один вопрос. А что вы, Михаил Штырлин, хотите от жизни? У нас 20 секунд. Гармония, счастье и ощущение того, что жизнь прожита не зря, цели достигнуты. Ну и сделать чуть-чуть лучше окружающую среду, мир, жизнь тех людей, которые рядом со мной, ну и свое собственное тоже. Ну что же, наша программа подходит к концу, и мне остается только поблагодарить Михаила за то, что он поделился своими мыслями и своим жизненным и профессиональным опытом. Спасибо большое, Михаил. Спасибо вам, спасибо всех, кто нас слушал. Это программа «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ, и я ее ведущий Андрей Бубукин. Следите за анонсами нашей программы на сайте www.finam.fm. До свидания и до встречи в следующей серии.